Что за фокус? Только что захочешь высказать по своему убеждению истину, тотчас выходит как будто из прописи. Отчего в наш век, чтобы высказать истину, все более и более ощущается потребность прибегать к юмору, к иронии, послащать ими истину, как будто горькую пилюлю, представлять свои убеждения публике с какой-то подлинной уступочкой. По нашему мнению, честному человеку не следует краснеть за свои убеждения, даже если бы они были из прописей, особенно если он в них верует. Федор Достоевский. Русский человек без бога, говорит, Стоевский, в другом месте, дрянь. Для мирян светом таким указующим являются монахи, а для монахов таким светом являются ангелы. И владыка Феофан постепенно уходил в этот затвор. Он сначала перестал выходить за пределы монастыря. Я однажды посчитала, у меня входящих было 137 звонков. Входящих. Исходящие не считала, и еще сообщений. Все, что делается, оно делается здесь через все возможное и невозможное. То есть все время создаются какие-то ситуации, чуть ли не криминальные. И был вот такой момент, когда ко мне приехал один человек из Шацка. И говорит, матушка, вы слышали, что в директора мясокомбината стреляли? Я говорю, нет, не слышала. Ну вот, тоже такой деловой, несговорчивый. Вот, правда, попугали пока. Я говорю, слушайте, вы меня не пугайте. Я говорю, даже если вы меня пристрелите, я говорю, вы мне опять сделаете добрую услугу. Я, может быть, получу венец ученичества, и тогда опять выигрыш. Я когда вообще хожу куда-то, я все время призываю свидетеля Феофана. Я говорю, свидетель Феофан, ты вперед, а я за тобой. Это поселок Выльша, в четырехстах километрах от Москвы. Это келья святителя Феофана, где он провел последние 28 лет своей жизни. Георгий Васильевич Говоров родился в 1815 году в селе Чернава, Елецкого уезда Орловской губернии. Окончил училище, семинарию, Киевскую духовную академию, где был пострижен в монашество с именем Феофан. Молодого талантливого монаха направляют в русскую духовную миссию в Иерусалиме, затем настоятелем посольской церкви в Константинополе. Из-за Крымской войны миссия была отозвана. Вернувшись в Санкт-Петербург, Феофан становится сначала инспектором, а затем профессором и ректором столичной духовной академии. Здание, которое находится на обводном канале в доме 7, его передали совсем недавно, 29 ноября 2013 года. Оно находилось у колледжа физкультурного. Храм 12 апостолов, который там был при святителе Феофане, он был превращен в спортивный зал. И естественно, что так просто его не превратить назад в храм. Он был полностью реконструирован. Иконы здесь свечащие, висят здесь не случайно. На той стене у нас святитель Феофан, затворник наш ректор, рядом с ним святитель Николай Японский, наш выпускник. Преподобная мученица, княгиня Елизавета, была почетным членом Духовной Академии и его покричительницей. Напротив, святитель Тихон, патриарх российский, который также был выпускником нашей Духовной Академии. Здесь же учился Иоанн Кронштадтский. Во многом история 20 века и предшествующего ему времени очень связана с Духовной Академиями в Петербурге. И здесь были сконцентрированы самые главные духовные и научные силы того времени. Середина 19 века. Образованная публика веселится. В моде крепко утвердилось все французское. По-французски говорят и даже думают. Евангелие читается тоже по-французски. В крайнем случае по-английски. Да и само чтение его считается чем-то старомодным, почти неприличным. То ли дело романы. Книжные лавки завалены французскими романами, ожидающими своих читателей, но главным образом, конечно, читательницей. СМЕХ Развращайте понемнашку. Ну что же мне? Об ее нравственности забочится. Фактически проблемы, духовные проблемы, которые стояли перед людьми в 19 веке, они те же самые, что стоят и перед современными людьми. Поменялось общество. И в этом смысле появились дополнительные духовные трудности. Нельзя не видеть, что молитвословия и церковность начали быть вытесняемы из круга жизни нашей. Многие живут и действуют так, как бы для них не было Господа и Святой Церкви Его. Частенько бывает, что и постов не соблюдают. Брак они считают святым и не соблюдают законов его. Монашество чуждается и хотели бы упразднить его. Не светит дня Господня и святых праздников, обращая их в гульмище с равной утехи. Все это не наши правила и обычаи, а от соседей наших перенят. И, конечно, не пройдут нам даром. Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машине с тормом. Вчера, 17 февраля 1859 года, праздновался 50-летний юбилей Духовной Академии. Мы с папенькой были на божественной литургии. В конце ректор Академии, архимандрит Феофан, говорил проповедь. Но совсем не так, как обыкновенно говорят в торжественных случаях. Со временем явления Господа на земле Дух лжи не перестает восставать на истину и враждебно покушается подавить ее. Он расплодил на Западе множество зловредных учений, которые совсем почти заслонили собою истину, изнемогающую в борьбе с ними. Оттого Европа сильно страдает лжеверием, неверием и равнодушием в вере. И вот целыми кораблями везут к нам оттуда вместе с добром и полчища врагов истины. Вещи, лица, книги. А тут домашний враг, состоящий в заговоре с врагами внешними и подготовляющий им дорогу. И все более и более расширяющиеся развитие стихии Духа мирского, противного Духу Христову. Торжество наше совпало с таким временем, когда овцы гласто начали восставать на пастырей. Что же значит наше торжество? Последняя вспышка жизни или краска на лице умершего? Эти слова были произнесены в присутствии великих князей и членов Святейшего Синода. Уже через несколько лет появятся революционные кружки, открыто проповедующие терроризм. А пока слишком пылкие слова ректора Академии вызывали едва заметные иронические улыбки. Тогда было время особенное. Наступало что-то новое, очень уж не похожее на прежнюю тишину. И что-то уж очень странное, но везде ощущаемое. Это написал современник святителя Феофана Федор Достоевский. 1 июня 1859 года в Троицком соборе Александра Невской Лавры митрополитом Григорием Постниковым архимандрит Феофан возводится в сан епископа Тамбовской епархии. Спустя еще 4 года его назначают на старейшую Владимирскую епископскую кафедру. 47-летнему епископу открывается блестящая карьера. И вдруг... Прошу Святейший Синод уволить меня от управления Владимирской епархией и определить настоятелем в шатскую общежительную Вышинскую пустыню. Уход даже в такой затвор, который ушел Феофан, в запор, как он его называл, это уже, по сути дела, скандал. Уже скандал. И очень многие, мы знаем его современники, и поначалу не приветствовали это его начинание. Что это такое, как это вообще можно понимать вообще? Непонятно. Если верить слуху, что вы просите увольнение на покой только для покоя, то я сомневаюсь, чтобы Святейший Синод удовлетворил просьбу. Кто бы из нас не желал спокойствия, особенно в нынешнее многозаботливое и трудное время. Но надобно же кому-нибудь трудиться и для других, хотя бы скорбью и воздыхающе. Вашего Преосвященства покорнейший слуга митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский и Сидор. Когда у кого в голове все рисуются картины, и он берет уголек и все рисует, рисует, все скажут ему, ступай в школу рисовальную. Это ступай. Не идет ли ко мне? Одно скажу, что ищу покоя, чтобы предаться занятиям желаемым. Но не дилетантство ради, а с тем непременным намерением, чтобы был и плод трудов, небесполезный и нужный для Церкви Божией. Феофан, епископ Владимирский, 30 мая 1866 года. Прошение было удовлетворено Святейшим Синодом 17 июня того же года. Епископ Феофан приезжает на Вышу. Пустынь в лесу. К каждому воскресенью и празднику собирается порядочно народа и черным, и белым. Помещаются на гостиницах и питаются от монастыря. Ни одного дня еще не проходило с тех пор, как я приехал, чтобы не было причастников. По всему выше приутешительная и приблаженная обитель. Но не прошло и нескольких месяцев, как в Синод поступает новое прошение. «Благодарствую за хлопоты об упокоении меня. Обитель не богатый. Видно, что управление оную доставлять будет много хлопот и беспокойств скорбных. Всего ради созрел у меня намерение отказаться от управления обителью, прося только, чтобы квартира была, какую теперь имею, чтобы к столу нужный доставлял монастырь, ибо мне самому почти нет возможности сие делать 25 верст от города, чтобы служить мне беспрепятственно, когда захочу, и чтобы лошадей давали». Синод своим определением от 28 сентября 1866 года удовлетворил и эту просьбу епископа Феофана. Он это сделал не ради аскетических подвигов, прямо об этом заявляя. Он не говорил, что это вот мое теперь монашеское, это затвор не в понимании действительно вот древних иноческих, или даже современных иноческих, затворнических практик, когда человек действительно переходит на хлеб и воду, живет там на двух квадратных метрах, иногда даже там сесть или лечь негде. Вот. Тут другие цели, другие задачи. Но он был первым, по сути, делал человеком, который глубоко и серьезно отвечал людям на вопросы о духовной жизни. Ежедневно получал там 30-40 писем, на которые всегда неопустительно отвечал. Из этих писем, когда они объединены в сборник, возникает понимание того, что, собственно, из себя представляет духовная жизнь. Из переписки с одной юной красавицей, как называл ее сам святитель Феофан, была составлена одна из самых известных его книг, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Красавица, кое писано письма, дома живет с отцом. Недавно переехали из имения в город. Замуж не хочет. Но и в монастырь еще не собралась с духом. Господь да устроит ее. У нее склад нрава очень хороший и прочный. Что такое духовная жизнь-то вообще? Например, одна из его, это правда не его собственная книга, а переводная, невидимая брань, содержится важнейшее для христианской жизни учение о борьбе с помыслами. Например, я не хочу думать вот о чем-то. Я не хочу это чувствовать. Злобу, обиду, раздражение, похоть, еще что-нибудь, там, сребролюбие. То есть если мы берем страсти человеческие, человек пытается с ними бороться, они не уходят. Они начинают вести с нами жестокую борьбу или по-славянски брань. Невидимая брань – это невидимая война, невидимая борьба. И без этой невидимой брани невозможна духовная жизнь. И епископ Феофан переводит именно эту книгу, невидимая брань, для того, чтобы дать верующему человеку в руки оружие против врага, который угнездился в его душе и делает там, что хочет, просто на оккупированных территориях. И еще без понимания этого, без хотя бы азов, знания азов этой борьбы, без осознания самого факта, что ты себе не принадлежишь. То есть это, знаете, как с алкоголиками. Первый шаг начинается с того, «Здравствуйте, я Вася, меня зовут Вася, я алкоголик». Пока человек не признает этого факта, он не может встать на путь исцеления. Книги о духовной жизни и перевод на современный русский язык святоотеческой литературы стал главным содержанием жизни Вышинского затворника. Владыка Феофан постепенно отказывался от взаимодействия с внешним миром. Сначала он перестал выходить за пределы монастыря. И, конечно, ему было тяжело отказаться от того, чтобы смотреть на окружающий мир, на природу, выше которую он так любил. Потом он перестал делать и это. И стал ходить только в церковь и в трапезную. А потом и вовсе отказался от того, чтобы выходить из своей кельи. Настал такой период, когда он не стал приводить вообще никого. Даже с келейником своим он особо не общался. Только принимал от него еду, и все. А литургию совершал и вовсе один. Святейший Синод ему по особому распоряжению благословил совершать литургию в одиночестве, что не принято в православной церкви. Но был найден такой подход, благодаря которому владыка Феофан смог совершать ее один, чтобы никто ему не мешал. И он мог быть все время один. Но все-таки окружающая жизнь не была безразлична владыке. В 1869 году расписывался Казанский собор. В одном из писем он признался, что как-то даже нарушил свой затвор, чтобы посмотреть, как будут выглядеть росписи. Тайком, ночью, когда вся братья спала, он пробирается в пустой храм. Мы, вот знаете, всегда говорим, да, что нам святые помогают, мы это понимаем, все. Но, вот, знаете, каждый раз хочется сказать веру и помоги моему неверию. Потому что когда что-то происходит такое, потому что, ну, надо же, вот просто видно, что это решает действительно уже святитель Феофан. Вот у нас люди делали иконостас. В Казанском соборе они левкасили и золотили. И вот человек, который занимался левкасом, ему сказали, что когда-то в старину левкас накладывали так, что он становился как стекло. То есть не пористый материал, а прям гладкий. И он думал, ну как же это могло быть? А жена у него была позолочица. Она была вместе с ним, но тут она куда-то отъехала, и храм закрыла на ключ, чтобы его никто не беспокоил. И вот он левкасит, и вдруг слышит по залу, значит, такие шаркающие шаги. Такой, как, знаете, пожилые люди, там, идет шарк-шарк. А еще было где-то бумага, где-то что застелено. И подходит к нему старичок и говорит родной, поработай на совесть. Берет у него шпатель и показывает прием, после чего левкас уже такой становится гладкий, как стекло. И Игорь у него берет, значит, повторяет этот прием и поворачивается, чтобы поблагодарить старичка, а его нет. Он, значит, в двери, чтобы выбежать за ним, а двери закрыты. Ну, я приезжаю на лыжу, встречаю этого Игоря, говорю, Игорь, ну, что у вас тут произошло? Он мне, значит, он, конечно, в таком потрясении рассказывает всю эту историю. Я, значит, потом у своего водителя, который здесь меня возит, говорю, а у нас здесь нет никаких таких вот людей, которые бы знали это дело, там, может, знаете, все-таки думаешь, ну, кто-то же, наверное, точно был все-таки, но ничего такого мы, конечно, никого мы не нашли, кто бы мог прийти и, значит, рассказать. Ну, и, в общем, понимаем, что, видимо, это все-таки святитель Феофана. Случилось мне побывать в обычных здесь общественных увеселениях. То в театре посидела, то погуляла, то была на вечере. Какие речи, какие все мудреные суждения, какие приемы в обращении. Дикое-то мне все. От толкотни мысли не сберу. Жизнь человеческая многосложна. Есть в ней сторона телесная, есть душевная и есть духовная. Каждый имеет свои силы и потребности. Только тогда, как все силы наши бывают в движении и все потребности удовлетворяются, человек живет. Таков закон. Болезнь начинается с греха, считаем. То есть понятия духовного. Но если по-другому, с точки зрения атеиста, осуждать, ну, что совесть у всех есть у всех, только человек, так сказать, нехороший, загоняет ее куда-то вглубь, совершает плохие поступки, которые он совершает и будет совершать, но не сказать, чтобы он об этом не знал. Он знает об этом. И совесть его ноет, как заноза, как больной зуб. Дальше совершенно физиологические понятия. Это застойный очаг возбуждения. Нехорошего. Вокруг него распространяется некое поле. Это тоже физиологическое понятие. И это поле может из-под коры, которой мы мыслим, осуществляя свои какие-то моральные позиции, спускается ниже, ниже, к так называемой подкорке, которая лежит под корой. А там уже центр сосудодвигательный, там еще какой-то. И вот вам они нарушаются, их функции этих центров, дисгармония происходит, гипертония, язва и так далее. А началось с нарушения законов божьих, с того, что совесть больная. Владыка, что же это за душа и душевная жизнь? Ведь у вас ни о добродетелях, ни о благочестии, ни слова. А я вижу, что в нашей семье, у родных и у многих знакомых они на первом месте, не в слове только, но и в деле. Как же об них не упомянуто? Не дело души заниматься теми предметами. На то есть дух. А душа вся обращена исключительно на устроение нашего временного быта, земного. Хуже всего поступают те, которые целью жизни поставляют сласть и сердце. И, как говорят, наслаждение жизни. Так как наслаждения плотские и чувственные бывают сильны, то такие лица всегда ниспадают в грубую чувственность и становятся ниже той черты, которая отделяет человека от прочих живых тварей. В чем серьезная опасность? И она регулярно проявляется. Как только мы заявляем, что вот эти все высоты, это не для нас. Это все они, монахи, а мы, миряне, должны жить как-то по-другому. Сразу же происходит, во-первых, страшное обмерщение. И, во-вторых, лет, по-моему, 10 назад возник такой термин, он сейчас гораздо менее популярен, православие light. То есть некий такой облегченный вариант православия, который, опять-таки, что самое удивительное, что при этом, как только мы пытаемся отказаться от высоких монашеских идеалов, из православной жизни уходит самое главное, собственно, духовная жизнь. Тысячи невидимых нитей связывали Вышинскую пустынь с внешним миром. Затворившийся епископ на свою пенсию издавал переведенный им на русский язык послание апостола Павла, добротолюбие, толкование Евангелий. Пытаясь пробудить к размышлениям о духовной жизни своих соотечественников. Он очень серьезно и тяжело болел разными заболеваниями. Преодолевал их и превозмогал их, и лечился. Как можно понять вот такое тяжелое физическое состояние святителя Феофана, в котором он провел свои последние годы жизни и представление о том, что болезнь – это и есть следствие греха. Всегда. То, что происходило с святителем Феофаном, который преодолевал свои болезни, в частности, ухудшение своего зрения, катаракта, который он мешал и которого так оперировать, как сейчас, блестяще оперировать, не могли тогда, через это проходят то есть очень многие люди. Есть болезни, на исцеление коих Господь налагает запрет, когда видит, что болезнь нужнее для спасения, чем здоровье. Восстающие на пастыре овцы, о которых говорил владыка Феофан на юбилеи академии, множатся и превращаются в волков. Студенты с восторгом изучают химию, чтобы делать бомбы для царских чиновников. Вера Засулич стреляет в генерала Трепова, а ее оправдывает суд присяжных под ликованием либеральной общественности. На императора уже совершено семь покушений. Антихрист явится, как учат святые отцы, не против воли Божией. В Божьих планах мироправления стоит и он, и подготовка его, и последствия того. Не потому так, чтобы Бог хотел такого зла людям, а потому что люди сами себя до того доведут. Этот момент отодвинул Бог до последней возможности, ожидая, не явится ли кто еще желающий к Нему обратиться. Когда же некого будет ждать, примет Господь, удерживающий руку, зло разольется, и Антихрист явится. И слушай, пришла пора разрушить в человечестве самую идею о Боге. Вот с чего надо бы начинать. А раз человечество отречется от Бога, то человек сам возвеличится духом титанической гордости и явится человека Бог. И уж, конечно, в этом новом чине человек с легким сердцем перескочит всякую нравственную преграду. Для Бога не существует закона. Все ему будет дозволено. Все! 1 марта 1881 года был убит террористами российский император Александр Второй. Вы спросите, так в чем же состоит убеждение, та самая истинная из прописи, которую понадобилось предварять эпиграфом классика? А вот в чем. По нашему наблюдению, выходит, что во всяком историческом событии, начиная с древнейших времен и кончая днем сегодняшним, если его внимательно рассмотреть. Вы найдете след той самой духовной борьбы Бога с дьяволом, которую мы упорно не хотим брать во внимание, задаваясь вопросом, а почему в истории произошло так, а не иначе? припомните историю судей израильских. В продолжении четырехсот лет повторялся у них следующий ход событий. Как скоро отступали от правил жизни, заповеданных им Богом через Моисея, и перенимали новые у соседей, тотчас были предаваемы в плен всем самым учителям их. Когда каялись и возвращались к прежним нравам, Бог посылал им избавителя и освобождал их из-под и если снова уклонялись, снова подпадали и в рабство, и когда исправлялись, были снова освобождаемы. Так было раз до двенадцати. Будто нарочно для того, чтобы хорошенько затвердили они, а через них и все, что отправил жизни Богом преданных, уклоняться нельзя безнаказанно. Что кто это делает, гнев Божий привлекает и подрывает благоденствие и независимость государства. И вот еще, знаете, когда я приехала с юристом, с той моей работой, где я раньше работала, она имела отношение к строительным объектам каким-то, то есть у нее был опыт. И она, когда вошла на территорию, говорит, Тань, поехали обратно, это нереально. Если взять неверующего человека, его спросишь, скажи, а для чего ты живешь, для чего живет человек вообще, он, пожалуй, разозлится и не ответит. Или ответит словами Горьковского Луки. Вот для лучшего мелочок, для лучшего. И дальше идет знаменитый монолог, там какой-то, как он говорит, столер есть, вот когда-то рождается, необыкновенно и лучше всех столер. Ну, так, кто-то скажет, что живем для рожденных нами детей, чтобы им жилось лучше, светлее. Закономеренный вопрос, а для чего дети будут жить? Опять для детей, хотя для своих. Глупо, в общем-то. коммунизм каждому по способностям, каждому по потребностям. И дальше-то что? Что делать с этим? Как у Тефи есть рассказ такой, кофер, что делать? Иммигранты приехали, генерал говорит, вызовший. Все это, господа, прекрасно. Вот мы собрались, и Монмар, так-то, и только кофер, фер-то, кофер, что делать? Делать что? Отдаленный городок, отдаленный поселок. Здесь сложилась определенная жизнь. У них, у каждого есть свои интересы здесь, они уже были сформированы, и все тихо, спокойно текло. И тут появляется Татьяна Анатольевна. я же не знаю, что происходит в поселке, как, что тут. Моя задача восстановить. Соответственно, когда ты начинаешь заниматься, ты так или иначе нарушаешь какой-то ритм жизни тех людей, у которых есть свой интерес. начинаются какие-то письма. Тем более, что, понимаете, как психбольница здесь, она имеет самое большое количество рабочих мест. Соответственно, все население практически работает в психбольнице. А первым, кому я начинаю мешать, получается, значит, это связано как бы с психбольницей. у нас же здесь еще люди живут на территории. И, как вы понимаете, у них это последний, скажем, звездный их час. Они должны выжить максимум из правительства или из монастыря, чтобы получить свое. Ну, в общем, начинаются какие-то такие неприятные вещи. Но, вы понимаете, я знаю, что я делаю как бы правое дело, я никого там не пытаюсь ущемить или что-то, но монастырь должен перейти все-таки в церковь. И мы должны эту задачу решать. Вот что говорит Достоевский. Может быть, главнейшее предысправное назначение народа русского судьбы всего человечества состоит лишь в том, чтобы сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время, явить этот образ миру, потерявшему пути свои. Вот определение русской идеи, хотя сохранить в себе образ Христа. И когда человечество запутается, как на наших глазах, начинает запутываться сейчас, однополые браки уже нормальные, когда клонирование – это норма, когда стволы и клетки эмбриональные порицаются через убийство эмбриона полученного, но все-таки можно, если очень хочется. И именно вот этот вот отказ от христианских корней, он ведет к разрушению Европы. Что для этого сделать, чтобы этого не происходило, христиане должны этому противопоставить свой открытый подвиг, открыто заявить миру о том, что вы неправы. А сейчас мы видим, что некоторые европейские христианские организации заявляют о том, что Христос был неправ. В 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви, посвященном тысячелетию Крещения Руси, Феофан Затворник Вышинский был канонизирован и прославлен в лике святителей как подвижник веры и благочестия, оказавший глубокое влияние на духовное возрождение общества своими многочисленными творениями. ныне много лживых учений ходит между нами. учения растлительных, подрывающих основы веры, расстраивающих семейное счастье и разрушающих благосостояние государства. Поберегитесь ради Господа от сих учений. Есть камень, коим испытывают золото. Испытательным камнем добудет для вас святое учение, издревле проповедуемое в Церкви. Все несогласное с им учением отвергайте как зло, каким бы титлом благовидным оно не прикрывалось. Вы только это соблюдите, а все прочее уже само собою приложится вам. За чистотой веры последует осенение благодати. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok